Друзья, всем доброе утро! Начинаем новый день на влог. Мы сейчас с вами едем в одно интересное место, прогуляемся. Я вам покажу и расскажу историю этого места. Так что не переключайтесь и поехали вместе с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, какая здесь просто нереальная красота! Еще туман делает свое дело. А здесь же место, куда мы приехали. Это место называется Костелло де Петтино. Замок в городе Петтино. Сейчас мы пройдемся, я вам покажу поближе. Я тут уже почитала в интернете всю историю. Буду вам по порядку рассказывать. Но вид, конечно, здесь просто что-то с чем-то потрясающее. 660 метров над уровнем моря. Мы сейчас находимся высоко. Облака, такой туман еще просто. Что-то, друзья, с чем-то невероятная красота. Еще солнышко такое, хороший денек. Сегодня, кстати, да, 2 января. Выбрались на прогулку. Супер. Место шикарное. Друзья, просто место невероятное. Уже Фаби побежал быстренько наверх туда, посмотреть церковь. А я все не могу отойти от этого вида. Просто вид, конечно, сзади. Такая красивая панорама открывается, что прямо здесь не могу слов подобрать. Очень красивый вид. Просто невероятно. Видно, он там гору высокую. Там обычно снег бывает наверху. Но сейчас, видимо, тепло. И снега нет. Снега нет. Январь, второе число. Погодка просто шик. Шик для красота. Сейчас мы с вами пройдем в главную арку этого замка. Видите, он построен. Он был в 11-15 веке. Красивое место, но уже осталось не так много от него. Стены уже разрушены, конечно же. Кипарисы здесь растут. В территории замка есть две церкви. Святой Марии и Святого Антония. Вид, конечно, отсюда шикарный. Все уже осталось, конечно же, в руинах. Но главное здесь башня. Это вот это вот впереди. А это, я так понимаю, может быть церковь. Сейчас мы пройдем, посмотрим. Птички поют. Погодка, конечно, супер. Так, здесь что-то есть. А здесь что-то внутри было. Здесь тоже замком. А, это внутри, получается, церкви. Закрыт вход. Видно, как здесь внутри. Опять граффити, конечно же. Жалко, что все разрушается. И восстановление занимает очень много времени, конечно, и средств. Вот так выглядит. И здесь рушится все. Пытаются укреплять, видимо, деревянными этими перекрытиями. Но что толку нужно все это останавливать сегодня очень тщательно. Сейчас мы с вами все разузнаем. Это здание было выкуплено уже в 1970-кажто там в девятом году. Манипуляции лет светом. И немножко отреконструировано. Поэтому, видите, здесь немножко подделали. Это место имеет историко-культурную ценность. Поэтому это место со знаком исторической культурной ценности находится. Есть одна легенда, я читала в интернете этого места, что безлунную ночь ходит призрак молодой женщины, задушил ее. Я напишу здесь название этого человека. Он задушил эту девушку, и она сейчас бродит по этому замку. Вот такая легенда. Здесь должен быть сверху колокол, насколько я помню, читала. Но его нет. Красивое место, конечно. В Италии очень много замков тоже, как и в Беларуси, в принципе. Вот. Это башня. А что это за дружок такой? Кто это? Что это за малыш? Причений. Я уж думала, это скульптура какая. Собачка. Какая стена. Вон Фабио ходит. Башня высотой 60 метров, кажется. Мы поднимемся сюда. Но вид открывается здесь просто невероятно. Красиво. Очень красиво. Правильно было написано в интернете, что с этого места, с этой высоты видно весь регион Марки, в котором мы живем. Всю Марки видно. На самом деле здесь открывается вид на всю панораму, на 360 градусов. Видно. Действительно. Можно рассмотреть все. Вплоть до вон той даже самой высокой горы. Красиво очень. Еще погодка класс. Не холодно, не тепло. Тепло и не холодно. Без ветра. Это самое главное. Очень красиво. Сейчас мы пройдем дальше. Давайте поднимемся сюда, на эту гору. Здесь сидел собачка. Смотрим, какой здесь вид. Вау. Без слов, друзья. Просто. Слова здесь не нужны. Действительно видно все. Всю панораму видно. Здесь, кажется, вообще просто обрыв. Да. Здесь обрыв. Находимся на высоте 660 метров над уровнем моря. Очень высоко. Сейчас мы с вами прогуляемся дальше. Пойдем, найдем Фабию, где он там потерялся в этих руинах этого замка. Место просто волшебное, друзья. Настолько оно такое, знаете, аутентичное, историческое. Просто каждый сантиметр. Пускай это даже какие-то развалины уже остались, но место просто бомба. Даже, видите, слов сложно подобрать. Хоть я и не страдаю отсутствием слов, но слова, видите, у меня вылетают. Просто язык. Язык не шевелится от такой красоты. Проглотила язык. Место, конечно, просто шикарное. Здесь можно гулять, наверное, целыми днями. и не устанешь от такой тишины, от такой красоты. Даже не хочется одеть и надевать очки, чтобы каждый миллиметр, сантиметр этого вида насладиться. Потому что через очки, конечно, не так все смотрится. Сейчас мы пройдем про этот проход. Этот вид. вот такой, друзья, камень, из чего сделано это сооружение. Зеленая трава такая. Даже не скажешь, что январь. Так, видите, наследие. Вот, здесь нужно пройти. Я не знаю, как Фабия прошел. Наверное, нужно спуститься будет вниз. Аккуратно-ка. пробежимся. Сейчас растут дубы. Вот, сколько я вижу. У меня подубовые. Этим дубам не меньше ста лет. Может, даже и больше. Вот так башня выглядит с этой стороны. не знаю, что это. Давайте подойдем, посмотрим поближе. что-то я с собой не взяла. Потом снимаю сама себя. Фабий тут убежал. Поэтому, уж извиняйте, как есть. Будет снимать с руки кипарис. И вид шикарный. Шикарный. Еще туман так делает свое дело. Атмосферность придает. Сегодня выезжали, думала, будет туман. Он был с утра у нас. Я думала, ну все. Поездка не состоится, потому что не будет ничего видно. но так оказалось. Туман исчез. Так, здесь идет дорога. И здесь дорога. Сейчас мы сами пройдем. Видно, укрепляли здесь, чтобы не развалились ворота эти. два здания. Кипарисы, итальянские кипарисы знаменитые. Ну что, пойдемте внутрь. Так вот укрепляют они, чтобы не развалилось последнее наследие. Что это? Можно найти Фабио. Где Фабио? Непонятно. Убежал. А, это скорее всего кладбище, друзья. Я читала, что здесь на этом месте территории должно быть кладбище. Я так понимаю, оно это и есть. Склеп видимо и кладбище. Возможно, мы сами идем даже не хотела спускать по трупам, но что-то очень близко к этому. Вот так, друзья, выглядит все. Скорее всего, да, это кладбище. Я читала, что здесь должны быть надгробия, но надгробия что-то я не вижу. Возможно, все заросло. Но без понятия спросить ни у кого и почитать ни у кого. Ладно, кто сбежал. Здесь такой вход страшный с таким замком, огромными цепями. Ну да, скорее всего, это какая-то капличка. Место было раньше для семейного захоронения. Там что-то написано. Скотулони. Видимо, это был фамильный склеп Скотулони. Мария. Да, видимо, это семейный склеп был раньше. Сейчас, конечно, уже на запустении. Там тоже туристы ходят. Прогуливаются. Давайте пойдемте сюда, сходим в другую часть. Надо быть очень осторожным, чтобы не свернуть себе шею. А здесь, видимо, другой склеп фамильный. Ну да, все разрушено. Граффити. стандартная история. Да, это, скорее всего, так в Италии хоронят в таких плитах тела. Ну да, это, видимо, захоронение. Бетонные такие кули для того, чтобы хранить тело. вот еще вот делали раньше все эти сооружения из таких камней. Все это, видите, разваливается. Ну, время не щадит ничего, если не укреплять ничего. Так будет так. Это главная башня, ориентир для всех, потому что ее видно снизу, она наверху. Самое высокое место здесь это башня. А здесь что-то, друзья, развалилось уже. Ух ты. вот так свод выглядит изнутри. В церкви Сан-Т'Антонио я обнаружила здесь фрески старые. Но почему их не реставрируют, непонятно. здесь умерла получается в 1893 году. И здесь вся семья похоронена в 83 года. 76. Сан-Т'Антонио Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь, видимо, построили такой мини-ресторанчик Могут держать люди свой ресторан Когда кто-то захочет покушать, могут здесь остановиться Очень удобно, очень продуманно на самом деле Для туристов, потому что место здесь просто волшебное Невероятное Люди гуляют И где-то покушать тоже нужно А это Папа Мария написано внизу Это такие мини-домики для Марии Обычно в Италии делают Здесь делали в таком виде Звучит где-то дрон, я слышу Запустили дрон Снимает Как красиво, друзья, смотрите Выглядит под деревом Там еще какой-то заряженится Сейчас мы пройдемся, прогуляемся Туда зайдем Потом вовнутрь посмотрим Поближе Вот что мне это интересно такое Сейчас мы дойдем Так что мне дрон Интересно, что они там снимают А здесь вода Даже, видите, украсили к Новому году, наверное Камень интересный Видимо, все по феншую Какой тоненький такой Как у петушка гребень Забавно выглядит Здесь приехали друзья Фабия Тоже давно не виделись Общаются Поэтому, если какой-то шум будете слышать Это они Здесь качельки Придумали Для детей, видимо И здесь кто-то уже приехал Интересно сделали Вот умеют они все-таки украшать Вроде все просто Как забавно Такой кувшин Под оливками И само здание Вид шикарный, друзья Просто 10 из 10 Как говорится Вид на миллион Вроде все так просто Но в этом такой Есть вкус и шарм Где вот камни Ну как красиво украшено Как все положено красиво Старинная лавочка С деревьев Там вот камешки Вот как выглядит Подстать самому замку Наверное, можно заказать Сюда что-то покушать Петино Город Петино И сам ресторан Петино Какой колокол Здесь для рук Видим Льва Умывальничек Сидушка Столики Можно защитить от ветра Камень Такая дверь старинная Так тепло На солнышке Как будто весна наступила Лестничка Можно, конечно, видеть задалека Потому что вблизи Это не поймете Смотрите, как он выглядит Такое какое-то место Загадочное Попасть в дверь Так облило Растение Здание Такой навес получился Для двери Так мило Так красиво Такое уединенное место Представляю Так сидеть и кушать И наблюдать Такой красивый вид Птички поют Солнышко Светит Здесь тоже стульчики Столики Много людей Можно посадить Кушать Летом, я думаю, здесь Очень популярно Это место Для прогулок С детьми Даже можно Бабекю Жарить Я считаю Самое лучшее время Здесь путешествовать В Италии Это Весна Осень Когда нет Жары Это невыносимый Где даже В тени Хочется Снять Себя Кожу Плюс 50 Возможно Есть Батут Для детей Тоже Развлечение Есть Даже Обзорная Площадка Так Понимаю Это Можно Разжечь Даже Здесь Огонь Чаши Для огня Фонари Для подсветки Надо Очень Осторожно Идти Чтобы Ноги Себе Не Свернуть Так Площадка Для детей С Батутом Все Продумали Так Дрон Жужжит Как будто Улей Улей Без Пчелы Просто Невероятное Друзья Место Это Не пожалело Нисколечко Что мы Съездили Сюда Посмотреть Где-то От нас Это место Находится В 10 15 Км Я Никогда Об этом Не слышала Мести Как всегда Для меня Фад открывает Новые места Рядом С нами И не нужно Ехать За 39 земель По Италии Чтобы Найти Такие Аутентичные Места Сетка Для Футбола Это Колесничка Даже здесь Написано Здесь написано Дистанция Один метр А это Здесь Значит Готовят Здесь Можно Сразу Открыть И Кормить Людей Классное Место Конечно Такое Умиротворение Не хочется Даже Никуда Уходить Не въезжать Просто Шикарно Гулять Гулять Спустя днями И ночами Наверное Такое Умиротворение Спокойствие Сразу Так Подкрепиться Энергией На весь день Наверное Всю неделю Хватит Люблю Такие Исторические Всякие Места Тянет Меня Таким Местам Всяким Раскопкам Всяким Развалинам Кто-то Может Подумает Ну Дур Но Друзья Напика Природа Шикарная Смотрите Ну Просто Что За место Просто Прелесть Птички Поют Тепленько Второе Января Казалось Да Новый Год Наступил Лучше Встречать Новый Год Вот Таким Прекрасным Видом Таким Интересным Местом Желаю Вам Тоже Открывать Места Когда Получится У вас Когда В мире Утихнет Это Вся Ересь С этим С этой Болезненного Модной И когда Можно будет Свободно Прийти Приехать Попутешествовать Любую Страну Которую Вам захочется Надеюсь И желаю Что Этот год Будет Таким Годом Годом Свободы Желаю Для всех В мире Особенно Для белорусов Я думаю Белорусы Меня поймут О чем Я говорю Друзья Вот Такой Замечательный День Вместе С нами А как Вы проводите Интересно Второй День В этом Новом Году Какие У вас Может быть Традиции Есть Проводить Первые Дни Января У нас Новых Традиций Пока Нет Надо Заводить Но Надеюсь Что Будет Одно Из Традиций Это Прогулка Потом Покинуть С местам На Природе А не Сидеть Возле Холодильника И Уминать Салаты И Всю Еду Лучше Кулять На Свежем Воздухе Далеко От Холодильника И Впитывать Энергию Природы Так Солнышко Печет Так Приятно Так Тепло Шикарно Пап С Друзьями Общается А я Вырвалась На Природу На Свободу Иду Вон Туда Далеко 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 Хочу Посмотреть Что Там В конце Подъем Мне уже Звонил Где ты Куда пропала Будь осторожна Я одела Специальные Ботинки Горные Чтобы Ноги себе Не свернуть Потому Что Если Не Посмотреть Под ноги То Можно Легко Попасть В какую Нибудь Ямку И Сломать Себе Все Конечности Так Дышится Легко Так Свободно Сейчас Солнце Припекает Шикарно Шикардос Как говорится Поснимаю С этого Ракурса Кажется Дойдем Сейчас До конца И там Будет Обрыв И Конец Мира Такое У меня Положение Здесь Видимо На машине Кто-то Ездит Потому Что Очень Далеко Идет Дорога И Видно Весь Вид Давай Сюда Сходим Посмотрим Маленький Лесок Что Здесь Растет Вижу Елочку Какую-то Симпатичную Видимо Это Территория Замка Обгорожена Видите Сюда Дорога Корючей Проволоки Какая Елка Пушистенькая Интересная Такими Мягенькими Полючками Зеленая Зеленая Лапки Такие Шикарные У нее Это Другой Вид Каких-то Еловых Такими Интересными Шишечками Цветочки Очень красивая Тоже Гостение Другой Шикарные Все, друзья, дошла я до конца. Там уже впереди город, поэтому возвращаемся сейчас назад. Уходить отсюда бы не хочется. Нашла здесь какой-то пух, мягкий такой мягкий. Чей-то такой интересный пушок. Может, собаки какой-нибудь. Все, друзья, идем назад. КОНЕЦ Вот, друзья, заканчиваем это видео. Кому понравилась наша поездка в такое замечательное место, в замок в городе Петтино, ставьте лайки, обязательно комментируйте. Все, что увидите. А мы, друзья, с вами прощаемся. Я и Фабия, который где-то уже убежал опять. Так что до новых встреч, друзья. Всех обнимаю и целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok